Всем привет, с вами Клеобатра. Помните нашего зрителя из Финляндии, который едет на работу мимо офиса Суперселл? Так вот, он продолжает поиск активных игроков в свой клан 14 уровня Клан Варс, начиная от 10 доунхола и средней прокачки. Упор в клане на проведение клановых войн и ЛВК, и самая главная цель, которую поставили перед собой ребята в клане, это дойти до чемпионской лиги. Кстати говоря, сам глава это полностью фул 13 тоунхол, поэтому весь донат всегда будет фуловым и моментальным за счет привилегий золотого пропуска. Также в клане есть и другие ребята с хорошей прокачкой, так что скучно тут вам точно не будет. Тег клана оставлен в описании к этому ролику. А мы с вами сегодня поговорим о том, как развить свой клан, как набрать людей в клан после обновления с удалением глобального чата и с добавлением меток клана. Меня об этом просили ну очень много раз и в комментариях, и на стримах, поэтому я решила, что проходить мимо такой темы не стоит, потому что она актуальна сейчас для очень большого количества игроков. И первое, что нужно сделать, если у вас есть свой клан, это заполнить шапку клана и настройки. Возможно, покажется это очевидной вещью, однако я замечаю, просматривая на стримах большое количество кланов, что далеко не у всех это сделано правильно и грамотно. И это на самом деле не дает вам набирать игроков клан. Итак, обо всем по порядку. В шапке клана должны быть основные правила и основные критерии приема ваш клан. Писать стихотворные шапки, писать шапки с какими-то туманными фразами. Можно, когда у вас все прекрасно и вам не нужны новые игроки, когда о вас знают, когда вы уже раскрутились. Однако же, если вы только начинающий клан или клан, который пытается набрать себе большее количество игроков, лучше сделайте шапку такую, чтобы игрок, прочитав ее, мог понять, чего ему ждать от вашего клана и подходит ли он вам или жене. Следующее, это отрегулировать трофей для вступления по основной деревне и по деревне строителя. Но тут, я думаю, все и так прозрачно и понятно. И новая функция, которая появилась не так давно, это минимальный уровень ратуши. Обязательно его проставьте и проверьте, стоит ли он сейчас в вашем клане, поскольку именно это будет фильтровать заявки от тоунхолов ниже, которые вам не нужны, и будет также показывать новым игрокам, от какого ТХ можно будет вступить. Следующее, это метки клана. Их тоже стоит проставить в зависимости от того, какой приоритет имеет ваш клан. В нашем клане основной приоритет это участие в КВ, в ЛВК и охота за трофеями, то есть повышение в кубках. Если вы начинающий клан, то вам более рационально поставить метки из разряда общительный, клановые войны, если, к примеру, для вас это важно, игры кланов, например, фарм и так далее. То есть здесь вы смотрите по тому, что у вас в клане основное. Благодаря этому вы получаете общую картину вашего клана и новенький игрок, который найдет ваш клан случайно или специально, он уже будет знать, чего ждать от вас и подходит ли этот клан ему или нет. Окей, с метками клана мы разобрались, однако существуют еще метки профиля у каждого игрока. Если вы глава или сороководитель, то обязательно проставьте себе эти метки. В них вы можете отразить, опять же, суть вашего пребывания в игре. У меня это не только участие в КВ, охота за трофеями и, казалось бы, ЛВК. Но нет, у меня третья метка стоит учитель, потому что я глава клана и, как это было хронологически, так, в принципе, и сейчас осталось. В очень многих ситуациях я помогаю ребятам, подсказываю что-то с атаками, с базами и так далее. Поэтому у меня третья метка стоит учитель. Таким образом, опять же, новичок, придя в ваш клан и посмотрев на метки каждого игрока, будет представлять, что ждать от того или иного и к кому лучше обратиться, если у него что-то не получается. Ну и далее, после того, как вы все это настроили, самый очевидный вариант, который и предлагает Supercell после удаления глобала, это выбор меток для того, чтобы найти игроков по этим меткам, которые имеют такие же приоритеты в игре, как и ваш клан. Соответственно, вы можете выбрать здесь те метки, которые вам нужны. Но, к примеру, мой клан, опять же, основан на КВ, ЛВК и охоты за копками, поэтому я выбираю первые три. Далее предлагается список игроков. Первые в списке будут без клана, а последующие игроки уже будут с кланами, то есть они уже где-то находятся. Поэтому, конечно, преимущественно стоит приглашать тех игроков, кто, к примеру, не находится в данный момент вообще ни в каком клане, даже не на позиции новичок. Вот очень хороший ТХ-13, например. Вот ТХ-11 тоже. То есть, в принципе, кого-то найти вы можете. Однако проблема заключается в том, что не всегда эти игроки русскоязычные. Вот тут, конечно, придется немного повозиться и посмотреть после того, как этот игрок зайдет, на каком языке он разговаривает. Если же у вас клан только-только начинающий, то лучше выбрать метки в духе общительный, любит фарм и так далее. Тогда вы найдете просто игроков, которые любят Clash of Clans. Ну, а далее вы уже поговорите с ними и поймете, подходят они вам или нет. Вот, к примеру, ТХ-11. Однако, как я уже оговорилась, этот способ не всегда выгодный, не всегда эффективный с той точки зрения, что вы не знаете, из какой страны человек и говорит ли он на вашем языке. По нику не всегда это понятно. Поэтому предлагаю другой способ, который будет более универсальный. Вы заходите в поиск клана, выбираете нужное расположение согласно вашей стране. К примеру, у меня это Россия. Далее, выбираете соклановцы от 10 до 15 или до 20, то есть, чтобы небольшое количество соклановцев было в нужном клане. Далее, допустим, минимальный уровень клана 5, чтобы не совсем прям первый выбирать. И, в принципе, ратушу можно не трогать. Однако, количество очков лучше прописать. Ну, допустим, это будет у меня 10 тысяч. Далее, вы в процессе поиска сами поймете, какое количество очков для вас нужно. В итоге, что мы имеем? Мы попадаем на кланы, которые уже более-менее имеют каких-то участников. Они уже немножко развились, но многие из них могут быть на текущий момент заброшены, либо же не особо функционировать. И вот сейчас я вам приведу пример. Первый клан, который мы открыли, в принципе, играет. Здесь тоже видно, что у всех есть донат, то есть, ребята играют, их просто мало. А вот в этом клане, хоть он и 20-го левла, но явно происходит какой-то застой. Об этом, кстати говоря, даже сказано в шапке. Кланчик временно отдыхает. То есть, ребята, судя по всему, не играют на КВ, не играют в ЛВК, и вообще временно клан, скажем так, не функционирует. И вот как раз из этого клана вы можете выбрать, допустим, новичков, либо же просто участников, ну, на худой конец старейшин, и отправить им приглашение. Вот, к примеру, очень даже приличная десятка. Почему бы не пригласить его? У него есть проведенные атаки в сезоне, то есть, человек играет. Но клан у него, судя по всему, застой на текущий момент. Вот пример еще одной девятки. Тоже есть победы в сражениях, есть полученное количество воинов. В общем-то, человек тоже играет, и с помощью такого метода вы точно попадете на человека с вашим языком, да, которого вы будете понимать, который хочет развиваться, но он попал в тот клан, где у него пока нет развития. Вы можете приглашать таких игроков к себе и, собственно, таким образом пополнять свои ряды. Я не считаю этот метод прям супер классным, поскольку это отчасти переманивание, и я всегда была против таких методов. Но моя задача в этом ролике показать вам все имеющиеся варианты, а дальше каждый уже сам для себя решит, какой способ для него наиболее подходящий. Следующий метод требует небольших финансовых затрат, однако, если вы реально готовы развивать свой клан, то я думаю, что эти затраты для вас не будут такими ужасными. Я говорю про розыгрыш золотого пропуска среди участников вашего клана один раз в месяц. То есть, один раз в месяц вы тратите 379 рублей и покупаете золотой пропуск тому игроку, который является самым активным в вашем клане. Этот способ действительно очень сильно поднимает актив, потому что с помощью обычных действий в игре, к примеру, тот же самый донат, хорошие атаки на КВ, помощь с Аклановсом и так далее, каждый игрок будет стараться получить этот золотой пропуск, что в целом поднимет актив среди уже существующих игроков вашего клана, а также привлечет новичков. Ведь каждый хочет получить бесплатно не только новый скин, но еще привилегии, волшебные предметы, ускорение и так далее. Кроме того, этот способ поможет еще и развивать ваш клан тем самым способом, что этот человек будет прокачиваться очень быстро, у него всегда будут заняты все строители, будут накоплены ресурсы, а значит и прокачка на его аккаунте будет гораздо лучше. Следующий способ также немного затратен, однако является очень эффективным, пожалуй, один из самых эффективных из тех, которые я тут перечислила. Это различные виды рекламы. Рекламироваться можно как в пабликах ВКонтакте, так и на YouTube каналах у ютуберов. Это действительно очень действенный метод, потому что ваш клан видит очень большое количество игроков, которые, возможно, именно сейчас, в данный момент, ищут себе активный клан. Кроме того, в пабликах можно частенько найти игроков, которые уже там, в комментариях, ищут себе новый клан. Вот, к примеру, взять последний пост нашей группе, пролистать комментарий под мемом и увидеть, что вот какой-то игрок ищет себе клан, начиная от 14 уровня. То есть, вы можете запросто вот сейчас взять, написать ему в личку и сказать, вот, смотри, у меня классный клан, 14-15 левла, ты нужен именно нам, заходи. И вот таким образом вы найдете себе нового игрока. Поиск по комментариям является абсолютно бесплатной вещью, то есть, вы можете это делать постоянно, регулярно, но если у вас нет времени, и вы хотите все-таки гораздо больше поиск игроков, охватить большее количество потенциальных новичков для вашего клана, то, конечно, лучше заказывать непосредственно рекламу в паблике, либо же на YouTube-канале, чтобы получить как можно больше охват. Ну и, наконец, если вдруг вы не хотите деньги тратить на игру, либо же у вас их по какой-то причине нет сейчас, то можно воспользоваться еще одним способом, который является достаточно долгим по своей реализации, но часто именно благодаря этому способу можно найти действительно заинтересованных игроков. И я говорю про поиск игроков на различных форумах. И первое, что могу посоветовать, это форум реддита, где сейчас доступен целый трет на поиск игроков. Здесь вы можете описать свой клан, рассказать, почему именно к вам нужно приходить, а также рассказать про критерии клана. И самое интересное, что здесь вы можете найти не только англоязычных, но и русскоязычных игроков, которые тоже очень часто тут находятся. Они прочитают информацию о вашем клане, и если клан их заинтересовал, то они обязательно вступят. Также есть аналогичные такие же посты с большим количеством сообщений и на официальном форуме Clash of Clans. Здесь вы можете как найти себе клан, если вдруг вы находитесь в поиске, так и проекламировать свой клан. Есть разные абсолютно виды этой рекламы, естественно, здесь все бесплатное. Вы просто опубликуете пост так, чтобы максимально заинтересовать игроков. И вполне вероятно, что именно ваш пост кому-то понравится, и этот человек придет к вам в клан. Все ссылки я, естественно, оставлю в описании, чтобы вы могли ими воспользоваться. И также напишите в комментариях, если вы знаете еще какие-то методы, которые действительно сейчас работают и помогают найти себе игроков клан. Я думаю, что эта информация для кого-то может быть очень полезной. Ну а если ролик вам понравился, не забывайте подписываться на канал и прожимать колокольчик, чтобы не пропускать свежие выпуски. Я желаю вам удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok